Совсем недавно женщины выбирали подарки своим мужчинам на 23 февраля и судорожно выбирали между бритвенным станком и носками. Теперь же поломать голову над сюрпризом пришла очередь мужчин. По данным гильдии маркетологов, самыми популярными подарками на 8 марта стали парфюмерия, косметика, цветы и шоколад. Также в пятерку самых популярных товаров вошли гаджеты, аксессуары и белье. Узнаем, что же саровские мужчины подарят своим женщинам и что хотят получить в подарок сами саровчанки. Жена себе уже подарок сделала, золотой браслет себе купила. Ну, от меня тоже надо что-то такое. То есть я как бы уже скопировался ей вещь хорошую, приобрели. Ну и от меня тоже. Цветы, сердечко, ну, наверное, как обычно это бывает, цветы какие-нибудь и коробку конфет. Ой, я много уж хотела, чтобы получить, да, желание мое не исполнится. От мамы собаку. Потому что я очень сильно люблю собак, но мама говорит, пока что их не надо заводить. Себя. И все? А что еще мало что? Здоровья и мира. Остальное у нас все есть. В 1910 году лидер женской группы Социал-демократической партии Германии Клара Цеткин выдвинула идею празднования Международного женского дня, который бы отмечался в каждой стране в один и тот же день. Целью этого праздника была борьба женщин за свои права. Современный же праздник, 8 марта, не имеет с собой политической основы. Сейчас это праздник весны, красоты, любви и внимания к каждой женщине, независимо от ее статуса и возраста. Только-только после болезни вот только расхаживаюсь. Фантазии не работают. Цветы, скорее всего, и улыбка. Что-нибудь вкусненькое, тортик какой-нибудь вкусненький. А цветы? Я как-то к ним безразлична. А ювелирные украшения, например? Нет! Мне работа не позволяет их носить. То есть самое простое? Да, самое простое. И чтобы все были дома счастливы, здоровы. Банально цветы. И все? Ну, а дальше как получится? Уже сейчас присматриваете подарки? Ну да, присматриваю. Что примерно в таком ключе? Ну, даже не знаю, что сказать. По-разному. Может быть, что-нибудь из бытовой техники. Добрые слова просто душевные. И все. Больше ничего не надо. А цветы? Я не очень люблю цветы. Так что и слов достаточно. На самом деле женщины не такие уж требовательные и взыскательные, как может порой показаться. В этом году, 8 марта, им хочется просто человеческой заботы, внимания, теплоты, любви. Ну и, конечно же, мира во всем мире.